Привет! С тобой Универ Ньюз! Самые студенческие молодежные новости Казани. Меня зовут Марта Луканина и сегодня ты узнаешь. Лаборатория вместо кафедр. Самое необычное подразделение нашего университета. Открыл основные факты эволюции. 205 лет со дня рождения Чарльза Дарвина. Великое шотландское приключение. Выставка легендарного фотографа современности Элиута Эрвита. Время шотландское приключение. За три года своего существования школа успела твердо встать на ноги и доказать всем свое право на существование. Высшая школа ЭТИС сегодня это один из самых динамичных развивающихся факультетов. Это место, где студенты получают реальный опыт работы. Они работают настоящими промышленными проектами уже со второго курса. Несмотря на стремительные обороты, которые день ото дня набирает высшая школа ЭТИС, многие студенты до сих пор относятся к ней с подозрением. Ведь специалистов по направлению прикладная информатика в Казанском университете с 1978 года готовили на факультете вычислительной математики и кибернетики. В чем же их отличие? ЭТИС был создан для того, чтобы готовить инженеров. Инженеров области разработки программ обеспечения, инженеров области планирования и развития инфраструктуры, менеджеров проектов для проектов области информационных технологий, ученых, которые работают именно в инженерных областях, которые занимаются такими направлениями, как, например, создание роботов, программирование роботов. На сегодняшний день ЭТИС ведет подготовку бакалавров по направлению прикладная информатика. Важным образовательным компонентом являются научные лаборатории крупнейших IT-компаний, функционирующих на базе ЭТИС – Microsoft, Samsung, Fujitsu, Exchange Service. Число лабораторий постоянно увеличивается. Участвуя в проектах лаборатории, помимо получаемых знаний, студенты со второго курса имеют возможность заработка. Я разработчик мобильных игр. Я являюсь студенческим представителем компании Microsoft, также работаю компанией Fujitsu. Мы разрабатываем социально-коммерческий проект, который в перспективе рассчитан даже на зарубежный рынок. Главной отличительной особенностью высшей школы ЭТИС является то, что обучение студент ведется по грантам ведущих IT-компаний. Так что валять дурака во время учебы точно не получится, ведь каждый год ты должен подтверждать свой грант. Мы стараемся учить студентов так, чтобы это соответствовало духу времени, соответствовало тем технологиям и методологиям, которые сегодня позволяют донести это студентам самое важное. Учиться в высшей школе информационных технологий и систем трудно, но интересно. Самое главное – там ты научишься осваивать новое и никогда не отстанешь от времени в нашем вечно меняющемся мире. В высшей школе созданы все возможности, которые станут основой твоего успеха. Марта Луканина, Руслан Руманов, Универньюз. Сегодня Казанский университет посетили представители Министерства иностранных дел, а также сотрудники туристической фирмы «Лабиринт». Визит связан с проведением в Казани международного форума по коммуникациям, науке и инновациям в апреле этого года. Представители Министерства иностранных дел туристической фирмы встретились с проректором по внешним связям КФУ Ленаром Латыповым, чтобы лучше узнать о Казанском федеральном университете. Ленар Латыпов провел презентацию университета, подчеркнув, что инновации и наука составляют основной фундамент развития для КФУ. На встрече обсудили детали визита участников конференции в Казань, в частности в КФУ. «Поскольку основная тема и их мероприятие посвящено инновациям, всяческим новым веяниям, то здесь, как мы только что услышали по презентации, именно мы попадем в десятку в плане новизны. Здесь они посмотрят те самые квантовые компьютеры, какие-то технологии. Мало того, это не просто навье, так скажем, это еще здесь совмещается с традициями». Участников Международного форума по коммуникациям, науке и инновациям в Казани ожидает четырехдневная программа, важную часть которой занимает визит в Казанский федеральный университет. Луиза Сагдеева, Руслан Урманов, Универньюз. Ну а о том, что происходит в вузах мира, прямо сейчас расскажет моя коллега Ралина Киряева. В мире. Исследователи из Мадридского университета имени Карлоса Третьего разработали умную футболку. Такая футболка может собирать данные о состоянии сердца, температуры тела, уровне активности и даже местоположении человека, который ее носит. В России. Накануне в Кремле состоялось торжественное вручение премии молодым ученым в области науки и инноваций с 2013 год. Одну из главных наград за результаты исследований и строение пределов миниатюризации мельчайших многоклеточных живых организмов получил доцент Московского государственного университета имени Ломоносова Алексей Полилов. В Татарстане. В День российской науки старший преподаватель Казанского государственного архитектурно-строительного университета Руслан Ибрагимов стал победителем конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» 2013 года в области технических наук. А Елабужский институт Казанского федерального и Центр международного образования Московского государственного университета имени Ломоносова подписали договор, согласно которому в ближайшем будущем на базе Елабужского института будет создан Центр по обучению русскому языку и проведению государственного тестирования по русскому языку иностранцев. А на этом у меня все. Спасибо, Ралина. Ну а мы продолжаем. 12 февраля 1809 года родился знаменитый английский ученый Чарльз Роберт Дарвин. Главной его заслугой стало раскрытие основных факторов эволюции органического мира. Самыми известными научными работами Дарвина стали изменения домашних животных и культурных растений, происхождение видов путем естественного отбора и происхождение человека и половой отбор. Его имя приобрело признание и известность во всем мире. В своих трудах Дарвин обобщил результаты собственных наблюдений, основывающихся на достижениях современной биологии и селекционной практики. Научные труды Чарльза Дарвина до сих пор пользуются огромной популярностью у современных ученых. Главное достижение Чарльза Дарвина – это то, что он придумал механизм, благодаря которому происходит эволюция, а именно естественный отбор. Он предложил механизм, по которому происходят эволюционные изменения. На сегодняшний день этот механизм подтверждается многими открытиями в кинетике, в экологии и в остальных современных науках. Главное событие зимы – в культурной жизни Казани. Выставка самых новых работ мэтра репортажной съемки Элиута Эрвита теперь радует глаз казанских ценителей современного искусства. Наш корреспондент Алена Липина одной из первых увидела фотошедевры мастера. Великое шотландское приключение – уникальная выставка 58 самых последних фоторабот Элиута Эрвита, самого влиятельного фотографа современности. Благодаря редкой способности поймать идеальные мгновения Эрвит создал легендарные фотографии знаменитости. Снимки представлены серией, выполнены в фирменной ироничной манере автора, наполнены глубоким смыслом и тонким юмором, посвящены повседневной жизни, традициям и неповторимому колориту шотландцев. Его всегда живой взгляд через призму фотоаппарата позволяет создавать непревзойденные работы. Элиут Эрвит – это гуру фотографии, это человек, которому глубоко за 80. Ему принадлежит вот из того, что все точно знают, снимок Жаклин Кеннеди на похоронах мужа. Ему принадлежит знаменитая фотография Мерлин Мандрона, вентиляционной решетки, вот эта с развивающейся юбкой. И здесь как бы мы привезли именно в рамках знакомства людей с образом фотографии. Тем более это классическая фотография, то есть это фото, снятое на лейку, это пленка, это всегда вот такие вот черно-белые графичные снимки. При этом Элиут работает с абсолютно любыми формами, то есть цветы, цифры и так далее, но предпочитает именно лейку. Все, что когда-либо снято Эрвитом – это неподдельная действительность глазами оптимиста. Животно, люди, сцены, жесты – во всем сквозит ирония и жизнелюбие. В рамках грандиозного показа Элиуса Эрвита гости смогут увидеть и уникальную фотосерию известного российского художника Владимира Вяткина, посвященную повседневной жизни самых влиятельных и известных персон России. Сделать также свой кусочек. У нас есть прекрасный фотограф Владимир Вяткин. Он работает в Ре-новостях достаточно долгое время. И это мастер портрета, это мастер характера. И как раз Элиус Эрвит выдала ему тему, что характеры. И к этой выставке мы подготовили как бы такую синхронную выставку. Это 25 портретов. Это портреты наших знаменитостей, это портреты наших телеведущих спортсменов и так далее. Именно не парадные, а вот именно в повседневной-повседневной жизни. Глобальный проект The Markle and Masters of Photography успел завоевать высокий статус в мире фотоискусства. В его рамках уже вышли три эксклюзивных серии фотографий, созданных в сотрудничестве с легендарными фотографами Джонни Ранкином, Альбертом Уотсоном и Энни Эльбовиц. Фотопроект устраивает тур с фотовыставкой по 10 мегаполисам страны, продвигая в современную культуру классику фотографии. Сейчас достаточно проблематично стоит история с хорошей фотографией. Ее не так много, как хотелось бы, хотя это показалось, что может быть проще. Все пользуются, имеют фотоаппарат, какие-нибудь цифровые мыльницы и смартфоны, на которых можно фотографировать совершенно легко и обрабатывать. Каждый у нас теперь фотограф, каждый у нас теперь имеет свою личную фотогалерею, но классика фотографии все равно никуда не уходит. Поэтому я думаю, что мастерство фотографии будет иметь какую-то популярность, следить за интелли хорошей фотографии. Его работы собраны и выставлены в различных музеях мира, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке, Смиттеновском институте в Вашингтоне, Художественном институте в Чикаго и во многих других музеях разных стран. Теперь пришло время и Казани. Посетить выставку может каждый бесплатно до 16 февраля и познакомиться с великим мастером фотографии. Алена Липина, Руслан Урозаев, Универньюз. А на сегодня это все. Будь с нами, узнавай о самых интересных событиях первым. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова